Будут мужчины. Да, дорогие друзья, у нас мужчина вес до 75 кг. Разрешите рассказать отдельно про этот вес. Нашему вниманию представлен один из лучших каратистов современного карате. Чтобы понять масштаб этого спортсмена, достаточно сравнить, что... Вот он, Рафаэль Агаев. Встречайте. Спортсмен можно сравнить, как Месси в футболе. То же самое Рафаэль Агаев в карате. Очень уверенно он прошел к финальному самому бою. Великолепную технику показал. В своем стиле обыграл соперников. И встретится с очень хорошим нашим соседом. Это украинец Корун Станислав. Ну, в общем, и Агаев по большому счету сосед. Я думаю, сейчас будет очень интересный поединок. Агаев представляет Азербайджан. Уверенно Станислав прошел к финалу. Очень ровные бои. Стойко. И грамотно. Он забрал свои баллы для того, чтобы... Нужные баллы для того, чтобы здесь уже мы его видели в финале. Молодец. Конечно, то, что он здесь сейчас нам представлен, это, безусловно, его большой успех. Ну, на последнем чемпионате мира, кстати, в финале Агаев проиграл итальянцу лучший Буса. Проиграл в решающем бою. Ну, и сегодня, наверное, будет все-таки стремиться. Понятно, что будет стремиться. К сожалению, Буза не очень удобный соперник для Рафаэля. Но давайте понаблюдаем. Очень интересный бой. Я думаю, весь мир смотрит. И мы сейчас увидим великолепное зрелище. Красный пояс у Агаева, синий у его соперника, у Короны. Что мы видим? Поддавливает Рафаэль. Станиславу, видимо, тренеры дали установку работы на дистанции. Возможно, да, конечно же, нужно чувствовать дистанцию, потому что Рафаэль обладает очень высокой скоростью. Нужно это видеть и быть внимательным. Пытается ногой попасть в достаточно рискованное движение со стороны Станислава. Поддавливает Рафаэль. Вот он все равно пытается забросить ногу на голову Маваши Гири передней ногой. Повнимательней, повнимательней. Маваши Гири один судья оценил, но трое остальных сидят неподвижно. Ход с задней руки в голову Рафаэля. Ни одного флажка мы не видим. Уклон в сторону и Рафаэль не попадает. Ну что, мы наблюдаем. Пока ровная борьба. Ровная борьба. Вот сейчас Стаса за придержку дают одно замечание. Ну что, Рафаэль давит. Давит ищет моменты. Кидзами сейчас передней рукой в голову. Чуть-чуть не хватило. Урмаваши и попадает на Япон. Три балла. Как сейчас подкараулил соперника. Да, вошли в клинч и... Легко оттолкнув от себя, забрасывает ногу в голову Урмаваши. Очень внимательно надо быть в этих моментах. Никогда не расслабляться. Клинч это не означает, что бой остановился. Часто допускают спортсмены такие ошибки. Да, и тут же получает еще и замечание за то, что... К сожалению, не видела и за что получил замечание. Но сразу в конце кучуй. Это означает, если еще одно такое замечание, спортсмен будет дисфлифицирован. Ух ты, Урмаваши! С развороту. Не попадает, судя не оценивает. Вот Рафаэль подхватывает, заваливает на пол и добивает. Но... И того, и другого... Оценок нет. Не оценивает, да. Внутри ноли. Молодец Станислав, он не сдается. Он не сдается, он продолжает. Очень опасно атаковать. Я думаю, ему нужно в таком же ритме и работать. Все мы люди, все допускают ошибки. Агаев становился и чемпионом мира. Ну, как уже сказал Александр, действительно, это титуловеннейший боец. Это один из лучших каратистов мира. Вот болельщики короны. Украина, Украина скандирует. Хотя здесь есть и немало болельщиков у Агаева. Я думаю, это даже не болельщики, это поклонники его таланта. Сейчас мы видим борьбу. Да, давит Станислав. Но это не приносит никаких результатов. Нужно более активно. На ногах очень крепко Агаев. Стой. Давит. Очень хорошая Маваша гиря у Станислава. Справа ноги, но попадает в локти. Безусловно, чтобы выиграть такие поединки, нужно обладать коронными действиями. То есть, та техника, которая в нужный момент, как мы наблюдали боем раньше, Женя выполнил у Маваша встречную, и тем самым он вырвал победу. То же самое и здесь. Самые сложные моменты в бою, в концовке, когда ты проиграешь, Нужно уметь мобилизироваться и сделать то решающее действие, которое принесет победу. Но давит. Давит. Нужно раскачивать, конечно, если Станислав хочет выигрывать. И мы сейчас можем наблюдать коронные действия со стороны Рафаэля. Его филигранную технику уходов. Смена стойки. Смена стойки. Да, это его, это его, как бы, техника. Ну, что мы здесь видим? Расслабился Станислав. Рафаэль ушел с угла. Ушел с угла в клинче. И Станислав расстался, думал, что ничего больше не произойдет. А бой не был остановлен. Рафаэль просто сделал атаку в голову. Еще один балл. Рафаэль зарабатывает. Рафаэль Агаев. 4-0. Ну, что, надо взрываться. Надо взрываться. Не суетиться. Времени совсем мало. Но готовить. Готовить что-то. Осталось 10 секунд. Татоша Бараку. Вот Маваши Гири. Ну, хорошие, опасные атаки. Но Рафаэль очень обладает хорошей реакцией. Ушел он с угла и опять принял центр татами. И все, звучит финальное время. И Рафаэль выигрывает 4-0 Рафаэль Агаев. Становится очень уверенно. Достаточно уверенность все-таки. Скажем так, сформулируем так. Этот успех становится победителем турнира премьер-лига карате 1. И салай категория 75 килограмм. Тем не менее, да, поздравляем Рафаэля. Молодец большой. Ну и Станислав тоже прекрасно отработал этот турнир. Дальнейших им успехов. Молодой спортсмен. 89-го года член сборной команды Украины. Ребята молодцы. Желаю вам успехов. Ну и поздравления Агаеву. Ну и дальше у нас должны быть два боя с участием российских спортсменов. И это, конечно, будет очень интересно. Надеемся, что почин Евгения Алекина поддержат наши другие спортсмены, которые сегодня в финал пробили. Синга Широзия и Михаил Давыдов. Вот мы видим, да, как быстро Рафаэля выводит равновесие, но он очень быстро мобильный встает. Сопернику нет вообще времени добить. Я переживаю.